Освежив память и впечатление от Лиссабона пятилетней давности, солнечным воскресным днём 2 апреля, радуясь погоде, о которой раньше говорили займи и выпей, в небольшой компании таких же любителей раннего тепла я оказался на пути к Лиссабонскому вокзалу, от которого отправляются электрички к знаменитому на Иберийском полуострове курортному местечку. Уличная исполнительница Фанданго или чего-то в этом роде не была особенно убедительна, зато воскресное место для верующих в праздность на уже знакомой площади португальского Пушкина по имени Камойнш была в апогее. В Лиссабоне 4 железнодорожных станции, с которых отправляются поезда, две из них местного значения с коротким плечом. С двух других можно уехать в Порто, Мадрид, Париж и далее со всеми остановками по всей Европе. Особенно местные маршруты супер популярны среди туристов, да и местных. За меньше чем 10 евро можно прокатиться вдоль Атлантического побережья в современном комфортном вагоне и меньше чем за час выйти в Кашкайсе, португальской ривьере, и вернуться обратно. Сначала путь проходит вдоль городской набережной реки Тагу с бутылочной горловиной, защищающей город от океанских волн. Но вскоре выскочив из Узины, открывает простор полноценного Атлантического океана с почти непрерывной полосой песка на берегу. Трагическая реальность современности напоминает о себе среди разнузданной европейской беззаботности на бытовом уровне сразу по выходе из Кашкайского вокзала. История Кашкайса как тусовочного места для европейской элиты открылась с легкой руки короля Луиса, когда он в год рождения вождя русской революции придумал вытянуть сюда свое семейство, за которым последовала вся португальская знать, и с тех пор каждый сентябрь городок подвергался своего рода набегам королевского двора. Здесь позже засветился британский монарх Эдвард VIII, испанский Хуан Карлос и итальянский Умберто II. Нашлось тут местечко и для свергнутого кубинского президента Батисты. С тех пор место приобрело репутацию Крутого, с заоблачными ценами на недвижимость, рекордной стоимостью жизни и высочайшим ее качеством. При этом город с 200-тысячным населением приветствует всех, кто сюда появляется всего на несколько часов, и даже если они не располагают тогим крипто-кошельком или избытком средств в банке, позволяющими остановиться здесь надольше, если не навсегда. Бесплатный океанический бриз включен в стоимость остальных услуг, предоставляемых гостю Кайш-Кайса. На следующее утро мне предстояло получить недельные права собственности на немецкую машину, управлять которой мне как-то не приходилось. С учетом того, что почти все прокатные машины в Португалии отличаются малыми габаритами, жалкой мощностью и ручной коробкой, это предложение от неизвестной ранее конторы под названием Штерн показалось соблазнительным при стоимости шикарного авто с автокоробкой всего за 50 баксов в день. Закончив приема сдаточной операции, предварительно уточнив тип топлива, которым оказался дизель, расположение бензобака и способ его открывания без волшебных слов я отчалила от арендной конторы с обещанием вернуться под занавес недели. Главное направление было на восток в Испанию и ее южные провинции. Дело в том, что в прошлое посещение Португалии мы с приятелем сделали приличный круг по стране, посетив Синтру, Назари, Авейро, Порто, Амаранто, Монсанто, Эстремо, Севора и дюжины других городов и замков с сотнями веков истории каждой. Повторять этот маршрут особого смысла не имело, каких-то других выдающихся и стоящих посещения мест в стране оставалось немного, поэтому я нацелился на юго-западную Андалузию. Но прежде меня ждал мини-круиз на моторной шаланде к каскаду пещер вдоль океанского берега самого южного и самого богатого региона страны – Алгарве. Перекусив кафе на ближайшей к порту улице городка Портимайя, которая стоит от Лиссабона на чуть меньше 300 километров, который мой ход Кеймерин преодолел за 2,5 часа, я явился на причал, где туркомпания Atlantis Tours назначила отчаливание. Безропотно склонив голову перед расположившимися на шеях, как хомуты с спасательными жилетами, наша команда из капитана двух матросов-гидов и около 20 пассажиров снялась с якоря и отдава швартовой. Курсируя по широкому, как продвей, устью реки Арады, на которой Портимайя пристроилась в древнейших времен, капитан менял обороты и маневрировал, давая возможность матросам, выполняющим функции экскурсоводов, поведать банальные истории, связанные с объектами разной исторической бесценности, расположенной на обоих берегах. Портимайя получил статус городского поселения лет 500 с лишним назад, когда вот этот замок-крепость в Сан-Джоан-Дуараде был построен. Нахождение на реке у впадения в океан естественным образом дало импульс развития кораблестроения, мореходству и рыбному промыслу. В обмен на местные оливки, инжир и вино, отправляемые отсюда по миру, сахар и рабы прибывали из Африки и Южной Америки. Сменив курс на пербинекулярный за маяком, служившим морской границей Портимайя, наш бравый корвет вырвался на оперативный простор Атлантики в направлении Зюит-Ист. Называть наш надувной аппарат корветом было не большим преувеличением, чем то, которым грешит Chevrolet, называя корветом модель своего автомобиля. Во всяком случае, мощность приводных двигателей была соизмерена. Желтизна склонов, не спадающих вертикально в изумрудную воду с двух сторон, образуя узкий пролив и торчащие на пути корявые образования, при богатой фантазии и скромном освещении, способные напоминать объекты животного и растительного мира, производили определенно глубокое впечатление на всех на борту. Гид шутил, что ему неизвестно, чтобы кто-нибудь во время такого воежа утонул, впрочем, как он и не был уверен в количестве утопленных телефонов. На них спасательных жилетов в компании не предусмотрено. Итак, Алгарви – это расположенная на самой южной оконечности португальской земли полоска шириной с 30-40 км и протяженностью с запада на восток около 150 км. На этой территории проживает около полумиллиона человек из примерно 10-миллионного населения страны. В Лиссавоне тоже полмиллиона, и Алгарви считается вторым после столицы экономически благополучным и состоятельным районом. Количество туристов в летние месяцы утраивает население и за сезон здесь отмечаются до 5 миллионов человек. Пенсионеры из Центральной и Северной Европы в последние десятилетия все чаще останавливают свой выбор на Алгарви, как в месте второго, а иногда и первого проживания. Эти гроты, каверные пещеры образованы тысячелетним океанским прибоем, вымывшим в мягком песчанике пустоты, архитектурно часто совершенные и скульптурно нередко причудливые. Увидеть очередные изыски природного творчества, на малом ходу въезжая под очередной арочный свод, можно только вот таким образом, с воды, отчего в Портимае и такое количество посудин с моторной тягой, мечущихся между пристанью и гротами. Если вспомнить, что кроме экономического успеха Алгарви с Лиссабоном роднит и тектоническая неопределенность, неизвестно когда приходящая, то нахождение под крышкой этой своеобразной кастрюли впрыскивает некоторое количество адреналина, при мысли о том, что она может довольно быстро захлопнуться, став мышеловкой, а глядя на округлые окна в небо, легко догадываешься, что они образовались в поверхности скалы когда-то, и вероятно новые могут образоваться в любой момент. Расположенные вдоль берега на высоких обрывах крайне симпатичные поселения, в основном в белом камне с красно-оранжевыми крышами, на фоне гаммы желтого скала, на которых они каскадами приспособились к местности, вызывают просто тихий восторг и маленькую зависть по этой, видимо, простой и комфортной жизни, рисующейся в воображении туриста, сбежавшего на время от своих забот в месте, где он живет. Более искушенный знает, что путать туризм с эмиграцией – то же самое, что не видит разницы между отношениями до и в браке. Алгарви находится в зоне средиземноморского климата и является одним из самых теплых мест в Южной Европе. Солнце здесь светит 300 дней в году, нагревая воздух до 16-17 градусов зимой, ну а летом, естественно, до 30 и часто даже выше. Наверное, поэтому к большому количеству британцев, обретающихся тут, в последнее время присоединился поток из Канады и США, отчего треть населения здесь говорит на английском. Кстати, Португалия выгодно отличается в этом смысле от соседней Испании, упорно нежелающей воспринимать английский ни в устном, ни в письменном виде и даже в виде жестов. Официант не подойдет к столику, сколько бы вы ему не сигналили, пока сам не решит, что пора вам сваливать. Весь сектор услуг в Португалии англифицирован, начиная от документации в агентстве по найму машин и кончая меню в ресторанах и кафе. Экспаты, живущие в Португалии много лет, довольно легко обходятся английским, практически без необходимости вникать в португальский, которым, говорят, не так уж трудно овладеть. Набрав обороты, чтобы обогнуть этот колоссальный выступ, наш командор ткнулся в треугольник грота, в потолке которого была пробоина, позволяющая как подзорную трубу глянуть в голубое небо в солнечный день и, вероятно, увидеть интересный эффект в день дождливый, когда водяная пыль трубой падает вниз. Аккуратно сдав назад, чтобы не допустить раскачивания нашей устойчивой лодки на неизбежно поднятых волнах, мечущихся в ограниченном пространстве недружественного окружения, рулевой твердой рукой, правящий единолично по праву на основе отданного ему остальной командой доверия, обогнув еще одно препятствие на пути к новому рискованному проходу, над которым символично располагался маяк, как бы приглашая войти под своды. Вышедший на встречу борт не сигнализировал никакой особой опасности и его команда не выглядела отрицательно потрясенной. Субтитры создавал DimaTorzok Кажется, что никакие комментарии и, к сожалению, даже видео с натуральным звуком не передадут ощущений от этой своеобразной пещерной колоноскопии, но некоторое впечатление получить, я надеюсь, вам удалось. Увидеть тот же маяк с другой стороны этого водного прохода было определенной радостью и некоторой гордостью, сходной с чувством для человека, прошедшего упомянутую выше медицинскую процедуру. Похожий, но покороче вариант тоннеля, в конце которого, несомненно, был свет, оказался рядом. Он еще и был с подсветкой сверху, как бы символизируя, что из любого положения может быть больше, чем один выход. И вот теперь интересный тест на внимательность. Глядя в этот тип бинокль, замечаете ли вы что-то вроде мушки-альбиноски, шевелящейся ниже левого окуляра и непостижимо как сюда попавшую. Не имея крыльев, снизу это, очевидно, невозможно. Тогда остается только путь сверху, требующий сноровки, а может даже и снаряжение, не говоря о некоторой безбашенности. Что-то мне подсказывает, что это не местный и не европеец. Кто-то из более отчаянных краев, но поскольку он не просил, чтобы его сняли, обещая отдать колбасу. Догадку мою подтвердить не удалось. Олнистая береговая кромка, то выступающая в океан массивным желтым телом, прилизанных волнами скал, то прячущаяся от него, убегая вглубь суши, вместе с углублениями и гротами, постепенно начинает приедаться и перестает волновать взгляд. Но тут за очередным выступом открывается панорама небольшого пляжа, известного как Бенагил. По названию деревушки, несколько домиков, которые расположились на крыльях буквы, означающие победу, и образованы дорогой, делающей здесь разворот на 180 градусов. Местных жителей здесь до 100 человек, в основном их занятием много веков было рыболовство. Но сообразив к концу 20 века вместе с остальной Португалией, что на этом далеко не уедешь и много не заработаешь, и что мировое потребление вместе с бумом IT-технологий смещается в зону развлечений, и что ближайшая к селу пещера представляет собой уникальный объект туристического интереса, в Бенагильце организовали небольшой пляж на сравнительно небольшом клочке горизонтальной песчаной поверхности и начали предлагать услуги бюро по аренде простейших плавсредств, типа каяк или байдарков. Двигаясь параллельным с байдарочниками курсом, наш суперджет на малых оборотах подгреб к очередному входу в очередную пещеру, у ворот которой образовалась некоторая толчья, свидетельствующая о чем-то не вполне обычном впереди. Теперь стало понятным, почему Бенагильская пещера столь знаменитая и привлекательная, и почему именно она является центральной экспозицией многочисленных туров, начинающихся в Портимайе и других местах вдоль этой части берега. Сюда, кстати, не возбраняется и прибыть собственным ходом, по воде или по земле, в зависимости от предпочтений и способностей. Но вот выходить на берег с посудин типа нашей категорически не разрешено, а жаль, потому что вид с берега просто восхитительный. В качестве компенсации Атлантистур предлагал возможность окунуться в ближайшие бухти, и мне стоило большого труда удержаться. Особенностью португальских прибрежных вод является то, что, несмотря на время года, температура воды в океане меняется незначительно. Зимой она близка к 15 градусам, а летом прогревается в лучшем случае до 21. Для большинства любителей купания или плавания такое удовольствие представляется холодноватым, хотя что может принести большее наслаждение, чем погружение в сладостную прохладу, когда воздух раскаляется до температуры человеческого жара под 40 градусов. Тем не менее, купальщиков на пляжах Португалии и даже в Алгарве обычно немного. Поэтому бассейны в частных владениях, принадлежащих португальцам из северных районов страны и в виллах, выстроенных для сдачи иностранцам, являются обычным и даже необходимым условием быстрого и рентабельного съема. Двухчасовой тур пришел к завершению, и сторожевик у края парковки, где я стоял Мерса, своим видом сообщал, что там, да и во всем Багдаде, все спокойно. Выезжая из Порте-Майо, до конца 20 века сохранявшего статус одного из самых крупных в стране экспортеров консервированной ставриды, подумалось, что новый век, принявший новые вызовы, открыл и новые возможности, окончательно развернув город с пути производства на тропу услуг, на сегодняшний день неплохо кормящих жителей.